В январе в строящемся проектно-конструкторском технологическом бюро Савалмаш начали формироваться рабочие помещения. Первыми к запуску готовится испытательная лаборатория и намоточный участок. Для этого в ПКТБ завезено оборудование с арендованных площадей. В лаборатории смонтированы временные стены и двери, выполняется уборка. Вскоре начнутся пусконаладочные работы, монтаж, расстановка, подключение инженерных коммуникаций. Также было перевезено обмоточное оборудование, произведена обварка кран-балок в производственной части. Участок обрастает стеллажами, рабочими местами, верстаками. Продолжилась приемка закупленного ранее инженерного оборудования, находящегося на ответственном хранении у поставщиков. В январе строители смонтировали большой объем межкомнатных перегородок и подошли к завершению этого этапа. Там, где территория ПКТБ освободилась от панелей, началась уборка помещения. Продолжилась противопожарная обработка металлоконструкций. В административно-бытовом корпусе специалисты выполняли разводку электросетей. Снаружи здания весь месяц шли земляные работы по прокладке труб водоснабжения и теплотрассы, а также формированию канализации. За пределами строительной площадки строители практически завершили обратную засыпку траншеи и теплотрассы. Также близок к завершению монтаж ливневой канализации. В январе строительную площадку Сывалмаш посетила делегация руководителей особой экономической зоны Технополис Москва во главе с Геннадием Дегтевым. Визитеры удивились, что в здании тепло и уже устанавливается оборудование. Представители ОИЗ остались довольны ходом строительства, но попросили ускорить его, так как некоторая продукция Сывалмаш уже сейчас очень востребована. Напоминаем, что каждый из вас может повлиять на темпы строительства, поскольку они зависят от объема поступающих инвестиций. Калужская компания, которая занимается сборкой электротранспорта, обратилась к руководителю производственной кооперации «Ресурс» Андрея Лобову с просьбой изготовить для их автомобиля асинхронный двигатель с улучшенными характеристиками. Такой мотор изготовили в компании ICPP VH в Китае и испытали на аналогичном электромобиле. Затем двигатель отправили в Россию и презентовали губернатору Калужской области. Мотор вскоре будет установлен на электромобиль, после чего начнутся испытания в российских условиях. В январе мы подвели итоги новогодней лотереи, в рамках которой разыгрывались 10 инвестиционных пакетов по 1000 долларов и 1 на 15 тысяч долларов. В розыгрыше участвовали те инвесторы, которые получили купоны за свои инвестиции в декабре. Всего в лотерее приняли участие 5 748 купонов. Победители определились с помощью генератора случайных чисел. Ими стали участники проекта из Вьетнама, Индии, Бенина, Израиля, России. Мы планируем в дальнейшем проводить подобные лотереи. Следите за нашими новостями. 16 января проект двигателей Дуйнова перешел на 18-й этап финансирования из 20 запланированных. Вы все еще можете приобрести доли в инжиниринговом бизнесе гораздо дешевле, чем они будут стоить после завершения финансирования проекта. Субтитры создавал DimaTorzok